Добрый день! Сегодня мы отправляемся в путешествие по стране русского языка. Перед вами громада, русский язык. Наслаждение глубокое зовёт вас погрузиться во всю неизмеримость его и изловить чудные законы его, писал Николай Васильевич Гоголь. Это путешествие позволит нам узнать, насколько хорошо мы изучили наш русский язык. В путешествие мы отправимся на необычном поезде, но попадут на него только те, кто приобретёт билет. А для этого необходимо будет ответить на вопросы. Первый вопрос. Какую часть слова можно найти в земле? Например, у дерева есть что? Корень. И у слова есть корень. В каком глаголе нет слышится сто раз? Думаем. Сто нет. Сто нет. В каких словах по сто согласных? Например, стог, стоге. Ещё подобные слова. Стол, стон, стоп, стой. В каком слове сорок гласных? Сорок А. Это сорока. Итак, билет приобретенный, располагается поудобнее. Мы отправляемся, чтобы ехать было не скучно. Предлагаю поиграть. Исправьте речевые ошибки в предложениях. У меня в комнате на окнах висит красивая тюль. Тюль какого рода? Мужского. Красивый тюль. В этом рассказе рассказывается о море. Можно употреблять рядом однокоренные слова? Нет, это тавтология. Нужно сказать. В рассказе говорится или повествуется. Мой брат купил гончий автомобиль. Какой автомобиль он купил? Гоночный. Ложи учебники на стол. Как правильно сказать? Клади. Бабушка сварила рыбий суп. Какой суп сварила? Рыбный. Поклади вещи на место. Как нужно сказать? Положи на место. Мама купила новую шампунь. Шампунь какого рода? Мужского рода. Одень шапку. На улице холодно. Как правильно сказать? Надень на себя. А день кого-либо. Станция орфоэпическая. В этом городе все жители правильно произносят слова, умеют правильно ставить в словах ударение. Мы тоже сейчас поставим ударение в словах. Первая строчка. Как мы произносим? Щавель. Километр. Звонишь. Обеспечение. Можно говорить и обеспечение допускается. Вторая строчка. Красивее. Сливовый. От слова слива. Каталог. Третья строчка. Жалюзи. Что делал? Начал. Прибыл. Хвоя. Последняя строчка. Понял. Цемент. Столяр. Путешествие продолжается. И снова, чтобы скоротать время в пути, выполним задание. Пословицы перепутались. Нужно их распутать и собрать правильно. Любишь кататься. Продолжим. Люби саночки возить. Добрые слава. Как сказать? Лучше богатство. Учение свет. Мы знаем. Не учение. Тьма. Встречают по одежке. А. Провожают по уму. На языке мед. А. На сердце лёд бывает. Не плюй в колодец. Пригодится воды напиться. Ещё. Скучен день до вечера. Как нужно сказать? Коли делать нечего. Не место красит человека. А человек место. Семь раз отмерь. Один раз отрежь. Рубашка беленькая. А душонка иногда бывает чёрненькая. Не дай бог. Старый друг. Лучше новых двух. Не имей сто рублей. А имей сто друзей. Хорошо. Нас ждёт станция орфографическая. Нужно справить орфографические ошибки в словах. Посмотрите, сколько много ошибок здесь. Первое слово. Рассказать. Рассказать. Раз приставка. Сказ корень. Почему приставка на согласный сэ оканчивается? Потому что дальше идёт тоже глухой согласный. Беззаботный. Исправляем. Здесь приставка без оканчивается на звонке согласный. Потому что корень начинается тоже на звонке согласный. Такие приставки. Раз. Раз. Без. Без. Воз. Воз. Зависят от звонкости или глухости, следующей за ними согласный в корень. А вот предыстории как нужно правильно писать? И превращается в «вы». Вторую строчку. Выращенный. Чередование. Ращ. Корень. Если щ, значит а пишем. Растение. Здесь тоже чередование. Перед щ и перед сэ те пишут согласные а. Выросли. Нужно писать корень роз. Потому что за корнем нету ни сэ те, ни щ. Третья строчка. Излагать корень лага. Потому что за корнем есть суффикс а. Положить корень лож. Нет суффикса за корнем. Загорать здесь зависит от ударения. Без ударения в корне гор пишем о. Следующая строчка. Прикасаться. Сразу две ошибки. Приставка должна быть при, потому что это неполнота действия обозначается. И корень касс, потому что за корнем идет суффикс а. Приехать. Приехать. Это приставка при в значении приближения. Присесть. Тоже приставка при в значении неполноты действия. Преградить. Приставка пред должна быть в значении приставки перегородить. Превозносить. Приставка пред должна быть в значении очень. И последняя строчка. Смотрим. Цыпленок. Это слово исключения цыпленок. Циферблат. После ц в корне пишем и. Цыган. Слово исключения. После ц и пишем. Цыган. Цыпленок. Цыпочки. Цыц. Цитрусовый. Пишем в корне и. Замечательно. Едем дальше. Скажите, в каком городе живут звуки речи? Правильно. Они живут в городе фонетика. В этом городе всего две улицы. Как вы думаете, какие? Гласные и согласные. Значит, звуки. Гласные и согласные. Чтобы продолжить путешествие, выполним задание. Прочитаем слова, записанные из транскрипции. Смотрите. Первое слово какое у нас получилось? Яма. Ям означает два звука. Второе слово смотрим. Соль. Л. Мягкая. Третье слово у нас. Ель. Да. Е. Мягкая. Л. Мягкая. Запятая вверху пишется. Четвертое слово. Лей. Тоже мягкость запятая вверху. После согласных пишется. Обозначается. Пятое слово. Юла. Шестое слово. Воз. Слову Воз с буквой С на конце нет. Да. Есть только приставка такая. А поскольку З облушается у нас, поэтому в транскрипции мы пишем звук С. Седьмое слово. Брат. Как пишется, так и слышится. А вот восьмое. Там мягкость обозначена. И получается слово Брать. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...